Девушки отдыхают Я не понял, а что, не плановая репа, что ли? Так, друзья, сейчас мы дождемся нашего глубоко уважаемого Михаила, и тогда-то начнем. А я уже здесь. Что случилось? Друзья, я обо всем договорился с Лариной. Да? Интересно, и о чем именно ты с ней договорился? Так, о чем ты договорился с Лариной? Могу я поинтересоваться? Да. Она хочет нас продюсировать. Я дал согласие. Вот как? Она что, сама тебе позвонила? Нет, я был у нее в офисе. Ты смотри, а. Наш пострел везде поспел. Молодец. Молодец, Игорек. Далеко пойдешь. Послушайте, Юрий Аркадьевич, вы сами говорили, что не можете влиять на Балабаму. Вы не наш продюсер. Не спорю. Ну ладно, ребята. Не буду вам мешать делить шкуру неубитого медведя. Да, Миш, ты когда освободишься, позвони мне, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Блин, Гуцу, ну ты дундук. Ты что бежишь впереди паровоза, а? Я не понимаю. Зачем ты к ней опять поперся? Послушай, я не собираюсь сидеть сложа руки. И не собираюсь ждать, пока звезды там в созвездие желтого барана встанут. И все продюсеры сами захотят с нами работать. Такого не бывает. Да не об этом разговор. Ты говоришь, мы не команда. А сам, тем не менее, разрулишь какие-то вопросы, которые нас касаются. Без нас. Игорь, ну, понимаешь, вообще Миша прав. Мы все хотим быть успешной группой, хотим играть, но с Романовским ты не очень корректно себя повел. Мы идем, и ты иди вперед, нам по пути. И солнце светит в лицо, и ветер в спину нам летит. Дали, нет, дали, не дали, дали. Спали местами, не стали листами, но не перестали. Дорога на газ, рука без руля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Открыты все мосты, и догорает желтый свет. Но выхода нет, но, но выхода нет. Поехали. Погнали вперед. Поехали. Дорога ведет. Поехали. Машина поет. Поехали. Поехали. Назад уже никто не повернет. Поехали. Ну, Мишань, ну будь тебе другом, ну дайте, ну на месяцок, отдам ведь процентный. Ну вот я тебя и нашел. Что, сразу тут прибить или в сторонку отойдем? Иван Иванович, ну ты что, не узнаешь, что ли? Да ладно, Колян, ты что ли? Слушай, ты меня до инфаркта чуть не давил. Здорово. Здорово. А ты что такой испуганный-то, боишься кого? Да не, нормально все. Просто денег надо много, а так все путем. А что с деньгами? Бабло все нужны. Ну да, как и всех. Я бизнес свой открыл с родителями. Ну, ремонтный. А там капитал нужен, ну, чтобы дивиденды потом уметь. Ну, ты понимаешь, на оборудование, на инструменты. Понятно. Ну, наличка я тебе никак помочь не смогу. Так можно по куме хочу. Почему? Ну, ты же знаешь, у нас бизнес на грани фола. Ну да, понимаю. Но мне наличка нужна. Ну, смотри сам. Надумаешь, звоните. Телефончик же есть у тебя? Да, есть. Понятно. А ты что здесь делаешь-то? Домишка вроде не твой. А у меня здесь девушка живет. А, понятно. Ну, ладно. Бывай тогда. Давай, счастливо. Давай. Простите, я что-то не поняла. Что значит, Романовский будет активно принимать участие в моем проекте? Нет. Не он в вашем, а вы в его проекте. Да, да. Добрый день. Добрый день, Юрий Аркадьевич. Прекрасно выглядите. Благодарю вас. Примите, так сказать, ответный комплимент. Принимаю. Господа, позвольте мне взять бразды управления нашим разговором в свои руки. Как вы помните, что я лично пришла к вам, Николай Павлович и Юрий Аркадьевич, чтобы предложить сотрудничество, так? Да, да, да. Верно, абсолютно. Я принесла смету. Да. Обрисовала перспективы дальнейшего развития этого школьного заведения. Да. Преспективы, которые открываются перед нашими детьми, да? Да, да, да. Все замечательно. Все так. Затем была взята пауза. Да. Во время которой вы приняли свое решение в мою пользу. Да. Я пришла для конструктивного разговора. Да, да. В общем, почти все так. Ну, детали мы опускаем. Мы принимаем ваш проект. И мы готовы с вами сотрудничать. Но вы поймите нас правильно. К сожалению, мы не можем отдать вам все на откуп. И предлагаем вам совместное сотрудничество вместе с Юрием Аркадьевичем. Ну, например, лично для меня и для Миши он сделал очень многое. А это уже, считай, половина группы. Не говоря уже о том, что Арсений и Саша живут в школе и учатся в музыкальном классе. Короче, я тоже считаю, что Ларина нам очень нужна. Но цель не оправдывает средства. Гуцул, я считаю, что тебе надо обязательно извиниться перед Романовским. А за Ларину, конечно, тебе респект. Ну, понятно. Все как всегда. Все красавцы вокруг, а я лох педальный. Да нет, нет, ты что, ничего личного. Ты просто извинись перед ним, и я с ним поговорю. Хорошо. Договорились. Только вот, кроме Арсения, по-моему, никто не выразил своих эмоций по поводу нашего собрания сегодняшнего. Да нет, да круто, что она хочет с нами работать. Ну, что тут скажешь? Ну, вы знаете, то, что она будет с нами работать, это еще вилами по воде. Давайте подождем информацию из первых рук. Да? И как вы себе это представляете? Аксона Мироновна, я вам предлагаю, давайте мы отдельно с вами обсудим условия нашего сотрудничества. Да, конечно. Конечно. Условия? Не могла себе представить, что мне кто-нибудь будет диктовать условия? Нет, нет, вы поймите нас правильно. Ну, не такое уж это жесткое условие. И потом, мне кажется, что вместе с Юрием Аркадьевичем вы сделаете гораздо больше. Уверены? Я, я, да, я уверен. Ну, хорошо. Господин Рубановский, мы же с вами профи. Надеюсь, что мы с вами не подеремся. Ну, что вы, Оксана Мироновна, я в последнее время с женщинами не дерусь. Да, это принципиально. Ты представляешь, Анджелина Джоли опять деревенна. Прикольно. У них теперь детей больше, чем в Балабабе на роду. Слушай, ты не заметила, что у тебя в последнее время все сравнения только с Балабабой? Ну, что, так заметно, да? Ну, вообще-то да. Ладно, буду себя контролировать. А вот скажи, Галь, ты любила когда-нибудь? Ты уже спрашивала. Да? А я что-то не помню. Да потому что ты ничего не помнишь. Тебя в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Ты только цитировать Гуцулу можешь. Все понятно. Сиди дальше и порти себе осанку. Ну, вот скажи, что бы ты выбрала? Семью или карьеру? Сейчас? Ну, неважно. Лет через пять будешь ты уже суперзвездой. Ну, там гастроли, интервью. Все как положено. И вот, представляешь, появляется он. Такой весь богатый, успешный. И говорит тебе, Галина, сиди-ка ты дома, вари борщи, рожай детей. Но при этом ты ни в чем не будешь нуждаться. Что ты выберешь? Ну, если бы я его любила, то деньги тут, во-первых, ни при чем. А, конечно, бы я выбрала семью. А к тому же, я думаю, что мой муж будет понимать, что женщине важна самореализация. Все, как я и думала. Ты глупше. А ты нет, что ли? Нет. Я, я бы лично позанималась карьерой лет до сорока, а потом вышла замуж. Сейчас вот, детей в сорок лет рожают. А внуки? Какие внуки? Ну, твои внуки. Ты их что, будешь в девяносто лет в школу водить? Почему в девяностых? Ну, потому что, когда твои дети лет в сорок родят тебе внуков, тебе уже будет девяносто лет. Зато у меня будет яркая и насыщенная творческая жизнь. Но ты ее не сможешь никому рассказать, потому что ее не будешь помнить. У тебя будет старческий склероз. Все понятно. Мне все с тобой понятно. Гусь-свинье не товарищ. Да, ну, давай, он грубо застрелит. Ну, реально не хватает, да, Ванька, смех? Вот раньше эти перезвоны были, какие по утрам. А теперь только наши. Да, надо нам кого-нибудь подселить. Да, желательно женского пола. Не-не-не, вот этого не надо. А то мы в душ, туалет с утра точно не попадем. У них же там макияж, маникюр. Да, это я что-то погорячился. Синь, а вот у нас позавчера в гостях была Тоня с утра. В каком полном она заходила-то? А, ну, помнишь, она мне помогала с деньгами для папы? Вот. Я ей хотел их отдать. А она отказалась. Вчера пришла и передумала. А я-то уже конги купил. Слушай, а тебе Тонька-то еще вообще нравится? В смысле? Ну, вообще нравится, но я, как ты знаешь, об этом не думаю. Ты ее разлюбился ли? Да, я как-то ее особо и не любил. Ну, мы гуляли, целовались там. А она мне больше как друг. Ну, это я вот недавно понял. Так, ну что, ребят, кто со мной в кашу, а? Да. Пап, я пас. Спасибо. Я тоже не буду, Юр. Ну, а я, пожалуй, съем. Что-то я на нервной почве есть много стал. Скоро, наверное, стану толстым, ленивым, как диван. Пап, слушай, да ей-богу, было без-за чего расстраиваться, господи. Ну, Мишка, как-то сказать, из-за чего? Все-таки я не каждый день слышу такие вот приятные слова о свой адрес. Слушай, пап, я думал, ты взрослый человек. Уже такие вещи умеешь мимо ушей пропускать, а? Понимаешь, странная штука. Когда касается работы, бизнеса, то пропускаю. А вот, когда задевает за живое, то не могу. Ну, старый я, наверное, становлюсь. Сентиментальный. Даже я тебя не узнаю, Юр. Слушай, ну, я считаю, нужно бороться за то, что по праву тебе принадлежит. Миш, да за что бороться-то? Я вчера услышал такую тираду от Игоря, что, можно сказать, за что боролся, на то и напоролся. Пап, ну, ей-богу, ну, почему ты слушаешь всех вокруг, кроме своих близких и самого себя, а? Действительно. Юр, я не понимаю, как можно обидеться ни на что? Вот на пустом месте, а? Лер, как это ни на что? Я не могу достать денег на музыкальный класс. В министерстве какая-то свистопляска. Господи, боже мой, ну, подумаешь, у школы не будет белого рояля. Действительно. Ну, все остальное-то ведь есть. Ну, ты только вспомни, сколько сил ты потратил, чтобы обеспечить ребят всем необходимым. А сколько денег ты потратил, помнишь? Ты понимаешь, все, что я делал, я делал для преподавателей и для учащихся. И что я имею в результате? Все преподаватели хором за, а все учащиеся только спят и видят, как будем поскорее бросить школу и окунуться в мир шоу-бизнеса. Нет, не все преподаватели. Между прочим, Шинский вообще не голосовал. Ну, что Шинский? Шинский старый чекист. Я и не сомневался, что он воздержится. Знаешь, такие, как он, держат свою линию до конца. Послушай, пап, ты знаешь, ты извини меня, конечно, но я считаю, вот этот наш разговор абсолютно несерьезный. Правильно. Вот, честно тебе говорю, расстраиваться не из-за чего. Не из-за чего. Дураков мы не слушаем. Да. Прорвемся. Ну, посмотрим. Ты не опаздываешь? Да, опаздываю. Меня будильник почему-то не прозвенел. Не волнуйся, я тебя сейчас с ветерком дамчу. Ой, спасибо большое. Ты мне тогда около двора там высади, а я там дальше-то бегу сама. Ты что, стесняешься на машине подъехать? Да нет, ну просто ты быстрее освободишься и к маме поедешь. Я тебя умоляю, я к маме еду не на заседание Верхней Палаты Парламента, а в больницу. А там за определенную плату, в любое время, когда хочешь, тогда и пустят. Ты ей передай, пожалуйста, что я после уроков сразу к ней заскочу. Ну ладно. А ты покушать ей взяла? Ой, из ее холодильника все отделение кормится. Тогда я тоже ей ничего брать не буду. Ты знаешь, я хотела тебе сказать. Ну? Я папу вчера видела. Замечательно. И где он тебя подкараулил? Возле дома. Но я с ним разговаривать не стала. Я сразу домой забежала. Слушай, как он достал. Может электрошокер купить? Да нет, я просто думаю, что еще мало времени прошло. Он сейчас помучается, походит. Потом поймет, что это все бесполезно и отстанет от нас. Дай бог, чтобы все так и было. Ладно, поехали, по дороге договорим, а папа берешь. Таня? Доброе утро, Жень. Ого. Можно войти? Здрасте. Конечно, Маргарита Дмитриевна. Конечно, заходите. А я тут к опытам готовлюсь. Сегодня буду ребятам фокус показывать. Ого. Понятно. А я насчет расписания. Нужно все переделывать под новеньких. Так что, давай, высказывай свои пожелания. Пока я добренькая. Ну, единственное, меня только на субботу не надо ставить. А так, любой день, пожалуйста. Только не субботу. Ну, мне кажется, я тебя и не ставила на субботу. Ну, да. Я расписание видел. Спасибо. Просто я уточнись, что-то. Ну, хорошо тогда. Ну, а как вообще поживаешь? Да, отлично. Начиная новую жизнь. Вон, по утрам стала зарядку делать. Да ничего себе. И с чем это связаны такие метаморфозы? Ну, как, ну, весна. На дворе все чахлое-пожухлое осталось в прошлом. Ну, впереди новые вершины, новые горизонты. Ну, да, ты прав. Это действительно осталось в прошлом. Не знаю. Может быть, мне тоже зарядку начать по утрам делать? Ты так красиво об этом говоришь. Будет потеплее, бегать начну. А, от поклонницы, наверное? Ну, сначала от самого себя, а потом уже от поклонницы. А можно уже заходить? Голова, у нас вы выйди, пожалуйста. Зайдешь со звонком. А почему, Маргарита Дмитриевна, не можно? Нам нельзя. Выйди, пожалуйста, за дверь. Ну, что я могу сказать. Завидую тебе. Я вот не так оптимистична в последнее время. Рит, я хотел сказать тебе, что ты можешь всегда на меня рассчитывать. Спасибо тебе, Женя. Ты настоящий друг. Алло. Алло. Здравствуйте. Илья Григорьевич. Это ты, Игорь. Я хотел узнать, как там Полина. Простите, пожалуйста. Я забыл, что у вас на три часа меньше. Да. Получше? Хорошо. А когда я могу ей позвонить? Ну, тогда давайте, как в прошлый раз. Когда вы будете у неё, и она будет не проще со мной поговорить, то вы наберите меня, хорошо? Да, спасибо большое. Хорошо. Извините ещё раз. До свидания. До свидания. Как известно, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому я предлагаю ежедневно проводить утреннюю зарядку. У меня каждое утро начинается с зарядки. Во. С ведром и шваброй. Во-во. А это замечательно. Скажите, а разминку вы делаете? Нет. Разве что наклоны. Воду из ведра вылить, так и тряпку развесить. Нет, вот это, кстати, категорически, категорически неправильно. Вы всякий раз перед наклонами делайте вот так вот. Вдох. Нет, вы положите шваброй. Вдох. И выдох. Вот. Вот. Вот так вот всякий раз после наклонов делайте вот такие вот дыхательные упражнения. Ага. Батюш, что я тебе спасибо, сынок? Ой. Сразу легче стало. Черт, Лид, а сейчас давайте к водным процедурам переходите. Ага. А вы, кстати, напрасно сидите. Может, подумать, вы по утрам пробежки совершаете. Ну, ладно. Не надо. Я в ваших рекомендациях не нуждаюсь. Ясно. Но поверьте мне, сидячий образ жизни еще никого до добра не доводил. Угу. Вы знаете, что может быть? Что? Я тебе последний раз говорю, чтобы после обеда духу твоего Ивана здесь не было. Поняла? А я тебе последний раз повторяю, что он никуда не уйдет. Надежда, ты отдаешь себе отчет, что я его со свету сшиву здесь, а? Не сживешь. Это почему уже? А потому что тебе, мамочка, ремонт нужен, понимаешь? И такой, чтобы через две недели это все не рухнуло. А это не только твой малявка организовать может. Вон, в газете, пятьсот объявлений в разделе «Ремонт». Мама, и ты знаешь этих людей? Ты их в дом, что ли, себе пустишь? А если они что-нибудь украдут, что ты будешь делать? Где искать их? Пойдешь в милицию, может быть? Правильно, пойди и скажи, что ты взяла нелегалов на работу. Ладно, пусть две недели кукуют здесь, но только никаких мне вот этих вот Шуров-Муров. Пускай спит в твоей комнате, но на полу, как сейчас, поняла? И, кстати, а где его родители на все руки мастера? Когда они приедут? Кстати, родители, им тоже надо где-то спать. Что? Ты даже не думай, нам здесь троим. Дед, сиди, куда. Ты хочешь еще родителей на мой хребет посадить? Нет! А ты как себе представляешь свой этот «Ремонт», а? Мама, они живут в деревне, им ехать три часа, два часа на электричке, и еще час целый на метро. Ты хочешь, чтобы твой «Ремонт» растянулся не на неделю, а на месяц? Это их проблемы. Пусти их и решают. Я сказала, в девять часов быть здесь. Значит, пусть лепешку разобьются, но будут здесь. Я им, в конце концов, деньги плачу. Мама, ты платишь мне такие большие деньги, чтобы они под твою дудку плясали. И, между прочим, я ухожу на работу. Кстати, у меня нет ключей. Я их Ване отдала, если что. Дешевле тебе ни одна песня не понравилась. Я тебе уже двести раз говорил. Для сельской местности вполне. Новенькие мои. Жалко, что придется с Романовским делиться. Ой, ты что ж, до конца жизни твои разговоры во сне слышите? Отдайте мне, отдайте их. Что ты врешь-то? Я вообще не разговариваю во сне. Я сплю. Ты не только разговариваешь, ты же поешь. Знаешь что? Не надо было жениться. Раз женился, значит, теперь мучаешься до конца жизни. Я, может, потому и женился, что мне нравится, чтобы во сне не колыбельные поют. Слушай, Нинка не звонила, когда приедет. Опять билеты поменяла. Сегодня должна будет позвонить, сказать, когда приедет. Очень надеюсь, что мне машину починить к тому времени. А чем от тебя пахнет, а? Деньгами, чем же еще. Парфюм женский. Я что, с утра нашел, тема попшикала. Чего первый подруг попал. А-а, запах-то знакомый. Ну, и здесь знакомый. Я же этим каждый день обливаю. Леша. Леша. Господи, ты даже врать не научился. А вот как ляпнешь что-нибудь, хоть стой-то и падай. Врать нехорошо, мне еще в детском саду учили. Вот именно. В детском саду. И в предпенсионном возрасте. Ладно, дорогой, я пошла? Бабам привет. Обязательно. Пренепременно. Дин, ты сегодня никуда не идешь? Ты дома? Нет, никуда. Ты что, довелась на выставку интерьеров сходить сегодня? Она завтра открывается. Слушай, может вечером в Амхат сходим? Там говорят, наконец-то что-то интересное поставили. Спасибо, Саш, я дома посижу. Неважно себя чувствую. Что все еще акклиматизация? Угу. Голова болит и поташнивает что-то. Огусиков солененьких не хочется? Шуточки. Ну, прости. Ты же знаешь, я был бы только рад. Угу. Я знаю. Но, к сожалению, ничем порадовать не могу. Ладно. До вечера. Угу. Ты мне обещала вкусный ужин. Я постараюсь. Ну, пока. 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 Если ты захочешь обо мне сейчас узнать, Я буду рядом с тобой. Может, слишком поздно. Может, рано опоздать. Или бежать за тобой. О тебе все мысли. О тебе все слезы. Для тебя все песни до последнего дня. Может быть, не поздно. Может быть, не вместе. Может быть, забуду и уйду навсегда. О тебе. Слушай, что-то все так носятся с новой продюсершей. Готовят ей что-то показывать. Вон, в параллельном классе даже танцевальный номер делают. Ну, честно говоря, я хотел сам предложить тебе что-нибудь такое придумать. Дуэт, как Федорову и Васков. Я ж петь не умею. А, слушай, хотя Федорова, кажется, тоже не умеет. Да здесь не нужно петь. Ну, с тебя клавишное соло, за мной все остальное. Слушай, если меня не изменяет память, в нашей школе еще никто не догадался делать электронные треки. Ну, ты гений. Можно сделать классную штуку. А если еще кого-нибудь к нам позвать солировать голосом, вообще можно сделать все. С голосовым соло ты сама справишься. Тем более, в наш век компьютерных технологий можно даже Зайца научить рэп читать. Знаешь, а я согласна. Нам только с тобой нужно будет сделать какую-то подборку песен, вместе прослушать и решить, на что мы будем равняться. Договорились. Ты сегодня сможешь часам к шести на студию подойти? С гуцелом я договорюсь. Да, я постараюсь. Мне только нужно обед на завтрак подготовить, а уроки я потом сделаю. А что, Светочка перестала вас снабжать провизией? Ну, я не знаю, что у них там происходит, но явно не все гладко. Ладно, пойдем. Пошли. Стоять. Здравствуйте. Доброе утро. Выход Николай Павлович? В конце коридора налево, я помню. А, я вас могу проводить, если хотите. Благодарю вас не стоит. У вас очень смешная черепаха. Тимофей, нас застукали. Ну, ничего, ничего. Главное, чтобы Абрек не видел. Да, да, войдите. Николай Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Оксана Мироновна. Здравствуйте. Великолепно выглядите. Позвольте, я за вами поухаживаю. Присаживайтесь. Пока наши юристы занимаются различными бумагами, я хотела бы с вами достичь устной договоренности. Отлично. Я тоже за переговоры. Я всегда люблю, чтобы была ясность. Как вы уже знаете, что мой интерес лежит исключительно в области музыкального класса. И поэтому все остальные самородки и таланты меня мало интересуют. Прошения за других учеников приниматься не будут. Я вас понял. Я понял. Постараюсь эту мысль довести до ребят. Так, хочу вас сразу предупредить. У нас очень много талантливых детей. Я не сомневаюсь. Второй пункт. Музыкальная студия. Где сейчас ребята занимаются музыкой? В музыкальном классе, конечно. Записывать там музыку нельзя. Но акустика, все говорят, очень неплохая. И потом класс уютный. Давайте так. Давайте сразу после беседы пойдем, посмотрим все наши помещения. И музыкальный класс заодно. Обязательно. Но я все-таки думаю, что там потребуется некоторое переоборудование. Конечно, конечно. Тут другой уровень, конечно. И еще. Я бы хотела иметь мини-офис в этом здании. Я, конечно, не претендую на ваше помещение. Ну, все-таки я хотела бы посмотреть, что вы мне можете предложить. Тут, вы знаете, я сразу вам ответить не смогу. Надо с Еленой Петровной поговорить. Это наш завхоз. Да. Ну, я думаю, что-нибудь найдем, что-нибудь подыщем. Отделение травматологии, 215-я палата. На второй этаж поднимайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, а передачу можно как-то? С пяти до семи вечера. Ну, я не могу в это время. Я готов отблагодарить. Какое отделение? Кардиология Петрова Татьяна Ивановна. Давайте сюда. Передачу вашу. Спасибо. Ого! Килограмм на десять у вас тут. Это лишнее. Но так уж и будет. Всего доброго. До свидания. До свидания. Добрый день, Светлана Михайловна. Рад вас видеть. Давно мы с вами не виделись. Привет, Слава. Ну, как давно не виделись? Каникулы ведь были. А еще мне книжки сейчас нужно готовить. Сам ведь знаешь, четвертая четверть со скоростью звука прилетит. Ну, да, конечно, понимаю. Я, собственно, тоже за книжкой. Какой? Психологии отношений. Не помню, к сожалению, автора. А каких отношений? Между мужчиной и женщиной или межличностной? Ну, нет. Межличностных, конечно. Мне тренер говорит, у меня не хватает знаний по психологии соперника. Вот хочу поработать над этим. О, это должно быть интересно. Очень. Свет, а вот тебе раньше-то тренировки нравились. Увлекалась этим. А теперь все? У нас вот сегодня тренировка. Ты не хочешь разобновить? Я не могу. У меня планы на вечер. А? Тогда? Тогда ладно. Не смею задерживать. Я за книжкой потом зайду. Сейчас все-таки звонок и что-то времени рассчитал. Да. Все доброго. Такая ведь большая перемена же. Заур Нахапетович, а вы раньше чем занимались? Тренировали? Тренировал, да. Молодежную сборную по баскетболу. Да, а потом за границей жил несколько лет. А сейчас вот потянуло обратно в родные края. А родом вы откуда? Ну, по маминой линии из Азербайджана, а по папиной из Армении. А сам я с трех лет в Москве живу. Да, я могу прописку показать. Да нет, не надо. У вас просто немеотчество очень необычное. Заур Нахапетович, а вы зарядку по утрам делаете? Обязательно делаю. Кстати, я всем нам предлагаю собираться по утрам в спортзале и проводить коллективную зарядку. Я согласен. Вот. Прекрасно. Нас уже двое. Кстати, еще Лидия Семеновна приступила к занятиям. Вот, считай, уже нас трое. Ну, товарищи женщины, как? Я прошу прощения, я еще не запомнил, как вас зовут, мужчина. Стесняетесь, что ли? А я вот, например, каждое утро делаю зарядку. Да, и я тоже делаю дома. Да, вы знаете, а я вот тоже как-то вот не против, с удовольствием. Только, видите, Лидия Сова, и по утрам как-то мне не до физической культуры. Ничего. Я еще с вами повоюю. Ну, что ж. Пойдем, так сказать, совершим небольшую экскурсию по нашей школе. Да, кстати, сегодня я могла бы встретиться с ребятами? А, это про расписание надо понять. У них, по-моему, осталось два урока. Правда, я могу ошибаться. Потом Юрий Аркадьевич обещал подъехать. Юрий Аркадьевич. Да. Я буду рада очень, очень рада его увидеть на наших встречах. Вот. Мы пока с вами посмотрим помещение, а потом расписание уточним и организуем вам встречу с классом. Да, кстати, по поводу расписания. Раз в неделю я хотела бы проводить мастер-класс. И приглашать разных людей. Таких, как и исполнители, продюсеры, композиторы. Ну, это замечательно. Это замечательно. Тут расписание-то можно уточнить у Маргариты Дмитриевны Чернявской. Она у нас за расписание отвечает. Хорошо бы, чтобы эти занятия проходили после школьных уроков. Понимаете, тогда ребята не будут никуда торопиться. Спокойно могут поговорить. Значит, с утра дети будут в школе на занятиях, а во второй половине у них будет сэндвижение, вокал, хореография и актерское мастерство. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая насыщенная программа. Вы мне извините, я уже как опытный директор, у меня сразу один вопрос. Педагоги, педагогов где будет брать? Я думаю, что с этим проблем не будет. Оксана Мироновна, ну вас просто Бог послал. Ну, пойдемте посмотрим помещение, где вы будете осуществлять ваши задумки. Прошу вас. С удовольствием. Прошу вас. Вот, между прочим, о факультативах. Вот, Глеб Сергеевич, скажите, пожалуйста, как вы все успеваете? Вы и в Снегинке преподаете, и у нас в школе. В группе играете. А тут я посмотрела, четвертый четверть, и у вас еще дополнительно факультатив. Вы выдержите все это. Не, ну, на самом деле у меня появилось время. Так что я, как и Завер Нахапетович, спешу всех вас позвать к себе на занятия. О, чего я на факультатив по контрабасу? А что, мне остается только купить собственный музыкальный инструмент и сделать звукоизоляцию в квартире. А то у меня очень нервные соседи. Вообще, заразительная идея. Может, мне тоже факультатив открыть, а? Будем изучать таблицу Брадиса и доказывать теорему Ферма. Теорема Ферма вроде как доказана уже. А вы знаете, не совсем и не до конца. Мы будем искать свое решение. И вообще, нормальные герои всегда идут в обход. Ну что, по матрешкам? Да, кому как. А мне еще писать. Вот, просили вам передать. Кто просил? Ну, муж ваш, наверное. Вы меня извините, но у меня нет никакого мужа. А, ну, значит, друг или брат, или еще кто-нибудь. Откуда мне знать? Знаете, возьмите это все себе. Я чужого человека ничего не приму. И передайте всем своим коллегам, что передачи мне носят только мои дочки. И больше никто. А, ну, я не знаю, кто. Я не знаю, кто. Здрасте. Здрасте, молодой человек. Вкусно? А ты деньги на эти вкусные бутерброды давал? Или ты сам эту колбасу купил? Ты что молчишь? Тебе не стыдно, а? Пришел тут на все готовенькое. Я ведь вам дурь-ремонт делать буду. Будешь. Только учти, что из твоей зарплаты я вычту стоимость электроэнергии, коммунальных услуг и всех продуктов, которые ты тут сожрал. Ну, меня ведь Надя сюда позвала. А Надя тут кто? Никто. Она даже не знает, сколько хлеб в магазине стоит. Хозяйка тут я, и это кажется ясно. Так что, дружочек мой, даю тебе на все про все две недели. А родители? Родители? А родители будут спать, во, в коридоре. Тут уж я ничего поделать не могу. Перекантуется как-нибудь. Мы же с вами не утвердили план на ремонт и смету. Я приеду вечером домой, и будет тебе план ремонта. А смету я сама составлю. С учетом всех услуг на твое транзитное проживание. Вот так вот. Ты чтоб печенье мне не трогал. Ну-с, как тут наши дела? Здравствуйте. Все нормально, все потихоньку. Вот видите, народу достаточно, выручка прибывает. Как у вас дела? Как там в школе? Благодарю. У меня все нормально. В школе тихо. Ваша Ларина приехала. Очевидно, будет собрание. Понятно. Значит, Романовский все-таки сдал свои позиции. Не надо делать поспешных выводов. Ну, подождите. Если все завертелось, Ларина приехала в школу. Будет собрание. Значит, Романовский сдался. А может, они поделили сферу влияния? Не знаю. Все возможно. Я знаю только одно. Теперь все будет по-другому. Мы будем круче, чем ливерпульская четверка. Ну, вот. Кафе останется без бармена. И дискотек по выходным. Виктор Леонидович, ну, почему вы так плохо о нас думаете? Ну, неужели вы думаете, мы забудем отчину? Так же, как и все. Забудете. Нет, нет, нет. Мы не такие. Мы самая благодарная группа на земле. Мы еще вам такую кассу соберем. А, блю на слове. Два ванильных молочных коктейля. Кстати, что с Полиной? Лучше? Ну, да, получше. Я даже с ней недавно разговаривал по телефону. Но общее состояние все равно нестабильное пока еще. А Лера? Что Лера? Лера! Что-нибудь известно о ней? Нет, мы не общаемся. Я пошел работать. Во-первых, я пошел работать. Я пошел работать. Я пошел работать. Я пошел работать. Так, попрошу тишины. Ребята, вот уже несколько дней по нашей школе ходят разные слухи, разные предположения. И, наконец, сегодня настал тот день, как говорится, настал тот час, когда все эти слухи должны развеяться. Позвольте вам представить Оксану Мироновну Ларину. Вы все ее прекрасно знаете. Добрый день, господа. Я рада вас видеть. Оксана Мироновна пришла к нам не просто так. Она теперь будет вашим новым музыкальным куратором. Но хочу сразу вас предупредить. Это не вместо Юрия Аркадьевича, а, так сказать, вместе с ним, как говорится. Одна голова хорошо, ну, а две сами понимаете. А можно вопрос? А скажите, пожалуйста, как будет проходить наше сотрудничество? А, так я думаю, что Оксана Мироновна сейчас все вам расскажет. А мне, позвольте, откланяться. Ну, все. Удачи. Ну, что ж, дорогие друзья, чтобы наша пауза не затягивалась, я, пожалуй, начну. Я действительно очень рада вас всех видеть и считаю вас уникальным проектом. Это удивительно, что в одном месте, в одно время собрались столько талантливых ребят. И девчата. И девчата. А вы, наверное, Жанна? Да. А вы слушали мою песню? Вам понравилось? Ну, не могу сказать, чтобы я сделала не уставку, но, как говорит мой муж, сойдет для сельской местности. Жанночка, не обижайтесь, пожалуйста. Я действительно пришла для того, чтобы направить вас в нужное русло. А что вы можете сказать про Балабаму? Про Балабаму я могу сказать только одно, что нам предстоит серьезная работа. А вы хорошо подготовились. Я, да. Теперь ваш черед. И первой ступенью нашего с вами совместного сотрудничества будет творческий отбор. Я ставлю только тех, у кого есть творческий потенциал и желание работать. А остальные будут переведены в обычный класс. Это всего лишь маленькая часть тех испытаний, которые ожидает ваша жизнь. Отбор начнется на этой неделе. Тетя Леда, здрасте. Здравствуй. Кстати, вы у себя инвентаризацию привели? Да все сделала. Это хорошо. Кстати, надо Гущиной сказать, чтобы она порядок навела у себя в подсобке. А то скоро будет проверка по хозяйственной части. Ой, да Гущиной до твоей этой проверки. Хоть этого министра по хозяйству присылай. По Барабану. Да, это точно. Придется самой сказать. Лен, ну сколько можно? Все сама-сама. Как будто кроме тебя больше и работать-то некому. Ты на себя-то посмотри. А что я? Ну работалась уже, а? Бледная. Круги под глазами. Ну ты бы взяла, вот, пошла бы, как это называется-то? Ну, раньше цирюльная называлась. Вот. А, салон красоты, что ли? Во! Оно самое. Пошла бы-то туда. Посмотрела бы на женщин, которые за собой там ухаживают. Зачем мне это надо? Я себе масочки делаю из огурцов и все в порядке. А, Лен, с ума сошла. В огурцах же, в них одни нитраты. Да. Еще скажите, что жить вредно. Это то верно. Слушай, а ты физруката нашего этого нового видела? Да нет еще. Да когда мне, мне дело по горло. Петя видел, сказал, какой-то заносчивый тип. Только таких нам и не хватало. Ой, ладно. Я пойду. Еще дело не поворотно. Позвольте вам помочь. Что? Можно я вам помогу? Ой. Я хочу извиниться, сказать, что я был неправ. Мне нужно было сначала подумать, перед тем, как начинать наши отношения. Так вы пришли со мной попрощаться? Я пришел для того, чтобы извиниться. Я хочу сказать, что нам нужно как-то разрешить наш неурядица. А вы хорошо подумали? Вполне. В таком случае, я тоже хочу попросить прощения. За что? Просто есть такая хорошая фраза о том, что ревность – это ощущение и того, что ты изменяешь, а не только тебе. Я… что-то я не очень понимаю. Что ревновать – это глупо. Ясно. Значит, можно считать, что пакт о ненападении мы подписали. Мы друг другу не ревнуем, мы друг другу доверяем. И, пожалуйста, давай обратно перейдем на «ты». Корочка, 1, 2, 3. Сейчас, подожди. Добрый день. Здравствуйте. Вы, наверное, на своем умушке? Да, он минут 10 назад в библиотеку пошел. Вон туда. Спасибо. А вы не пойдете в актовый зал? Почему вы не на собрании? Ну, а зачем им мешать? Пусть знакомятся тет-а-тет, так сказать, присматриваются. Вы знаете, я поговорил с Оксаной Мироновой, у нее такие интересные предложения, знаете, целый блок факультативов. Факультатив по танцам, по сценическому движению, по речи, еще по ритмике и еще почему-то. Вы-то как к этому относитесь? Да никак. Не понял. Значит, никак. Я никак. Не отношусь к переменам в этом учебном заведении, так как я снимаю с себя полномочия по руководству музыкальным классом. Николай Павлович. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры подогнал «Симон»